Первое поздравление с Днем Победы традиционно получают ветераны и дети войны. Они собрались в Центре Лидер на вечер, посвященный 9 мая. В кругу единомышленников и тех, кто знает о войне не понаслышке, почетные гости принимали поздравления от представителей органов власти и творческих коллективов. Любовь Романовна одна из тех, кто родилась с 32-го по 45-й годы. В полтора года лишилась отца, который пропал без вести на фронте. Мама растила детей одна. Впрочем, как и многие другие женщины в военное и послевоенное время. Коза была такая, дала молоко, маленькое, разделить на три стаканчика столичек. И с хлебцем. Макали, а козь молоко полезного, второе, наверное, выжили за счет козы своей. Под песней военных лет в окружении сверстников Любовь Романовна с мужем встречают 9 мая. Ежегодная большая встреча собирает всех, кто причастен к великой победе – ветеранов и детей войны, чтобы еще раз принять слова благодарности и признания. Нам сегодня сложно. Мы испытываем определенные экономические сложности. Но эти сложности – это пушинка по сравнению с тем, что пережило поколение победителей. И задача детей, внуков, правнуков, праправнуков – помнить и хранить традиции своих деток. Огромное благодарность за все, что вы нам сделали. Крепкого здоровья, долголетия. Мы любим вас, мы гордимся вас. Мы гордимся тем, что мы живем в нашей стране. В стране победителей. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! 30 лет назад в регионе создана общественная организация, в которую вошли в том числе ветераны и дети войны. Они регулярно проводят встречи, принимают участие в окружных и городских праздниках, занимаются творчеством. Помощь. Помощь на сегодня – внимание. Помощь во внимании. Во внимании к людям, которые остались. Я уже начал об этом говорить. Что предприятия – лесозавод, рыбокомбинат, колхозы, деревнях. Там нет ни колхозов, нет никакой. И поэтому люди живут. То, что мы сплотились, мы помогаем, организованы, помогаем друг другу. Сегодня в Совете ветеранов 48 подразделений в поселениях и на предприятиях. В них получают консультационную помощь, организуют праздники и встречи более 6,5 тысяч человек. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».